Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как выстроить взаимодействие с управляющей компанией? Как решать разногласия между жильцами и специалистами УК? Об этом говорим сегодня. В нашей студии Ирина Кочуева, руководитель ассоциации ТСЖ ЖСК и Советов МКД Самарской области. И Татьяна Вапелина, старший совет МКД, дома по улице Каховская, 14. Здравствуйте! Вообще, как регламентируются отношения между собственниками жилья и управляющими компаниями? Вот этот договор, который мы подписываем, это основной документ. И в нем все подписано. Не знаю, кто, конечно, читает, не читает, вникает, не уникает, но вот это наша основа взаимоотношений. Основа наших отношений, конечно же, договор. Но перед тем, как подписать договор, все собственники собираются на общее собрание и утверждают основные условия договора. То есть, что же все-таки мы будем делать, как мы будем делать. И то, что навязано в идеальном времени, нам предлагается сразу. Конечно. То есть, сначала протокол. В протоколе мы с вами все дружно собрались, проговорили, что будем делать, как будем делать, как часто будем делать. И потом уже подписали договор. И в рамках, конечно, уже договора, потому что платим-то мы деньги с вами именно по договору, у нас с вами возникает ситуация, что же нам обязаны делать управляющие компании. Но мы с вами прекрасно знаем, и об этом уже неоднократно на всех уровнях говорилось, о том, что очень много есть вопросов к управляющим компаниям. И нужно искать алгоритмы решения этих проблем. То есть, как работать с управляющей компанией, чтобы она действительно оказывала услугу, ту, которая необходима, и нами с вами уже оплачена. И в том именно качестве. Конечно. И количестве тоже. Конечно. Татьяна Ивановна, как у вас, вы выстраиваете отношения с управляющими компаниями, вот эта практика, там больше негатива все-таки, и таких уже или позитивных? Да нет, у нас вообще замечательно работает. Вот это даже непривычно слышать. Прямо вот никаких вот претензий вот нет. Вот, например, у меня, я не знаю. А как так получилось, что вы так выстроили? Подъездах у нас чисто, порядок, везде порядок. Сейчас у нас капитальный ремонт прошел, заменили канализационные трубы, водопроводные, новую сантехнику поставили. А как так, вот раскроете нам секрет, как так выстроить отношения с управляющей компанией, чтобы все было хорошо, чтобы не было нареканий? Почаще ходить туда, обращаться почаще, да, и работать непосредственно с ними. Прям пришел и не по телефону ничего, а именно приходить туда. А не возникает наоборот негатив, скажет, что вот и ходит, и не мешает нам работать? Нет, абсолютно, нет, 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 никогда, грубого слова, я вот, например, никогда грубости никаких не слышала от них. То есть вот не идти, так скажем, поперек друг друга, ни с негативом, ни с обвинениями, а вот выстраивать эти отношения чаще, приходить, спрашивать. Опять же таки, все управляющие компании, они смотрят по-разному на эту ситуацию. И поэтому нами организация была предложена, и многие уже сейчас, именно старшие, поддержали эту инициативу. Это инициативы День открытых дверей в управляющих компаниях. То есть где-то у нас действительно такие ситуации, вот люди приходят, они уже имеют по-таки отношения. Где-то действительно у нас с вами управляющие компании не показывают, в принципе, не показывают документы и не рассказывают, что происходит и как происходит. Поэтому, конечно, основная проблема какая есть, это действительно понять, что происходит на доме, как много денег потрачено на доме и какие услуги оказаны. И действительно, если старшая есть, если она действительно активная, то у нас с вами действительно и управляющая компания тоже начинает работать. Понятно. Вот этот День открытых дверей. Как все это организуется? Потому что мы знаем, что собрать жильцов на собрании, да, или чтобы они пришли на День открытых дверей в управляющую компанию, тоже, наверное, сложности. Как вот все это? Ну, у вас-то все хорошо, я поняла. А вот что это за практика? Она давно уже нет у нас в городе? Эта практика началась буквально, ну, где-то только с начала года. Фактически именно в рамках этой практики и пошла работа, когда действительно старший приходит в управляющую компанию, и в управляющей компании начинают рассказывать, собственно говоря, показывать документы и папки. Понимаете, ведь основная проблема какая у нас с вами? В том, что зачастую люди не видят действительно, какие деньги потрачены и как. И не видят, какими же документами это регламентируется. И у нас в результате с вами все взаимоотношения превращаются в митинговые, когда просто друг на друга кричат и обсуждают. А когда действительно мы с вами приходим к папке с документами, то есть когда посмотреть, кто же принял работу, как приняли работу и как это происходит, то тогда действительно проблем становится, проблем меньше не становится, но становится понятно, как их решать. А какие основные вопросы нужно задавать управляющей компанией? Вот на этом уже собрании, в день открытых дверей, вот что нужно жильцам спрашивать, чем интересоваться, чтобы не митинг был действительно, а вот конструктивное взаимодействие? Ну вот в основном... О чем вы говорите? Им нужен порядок в подвале, чтобы был, крыша, чтобы не текла, это в первую очередь, вот обязательно прям. Ну а так вот спрашивают, ну когда электричество, там проводку будут менять или чего? Вот эти вот вопросы все задают, в общем-то одно и то же. И куда деваются деньги? Вот, куда? Ну отремонтировали подъезды, все у нас отремонтированы подъезды, в подъездах порядок, стекла пластиковые, окна поставлены. А у вас есть какие-то такие доходы, так скажем, дополнительные, которые тоже идут в дело, например, от рекламы на домах? Вы... это тоже прозрачно? Вы знаете, сколько собирает управляющая компания с рекламой? У вас что-то развешивает там, расклеивает? Нет. А у вас нет такой процесса? Я прохожу и все, уничтожаю сразу эти рекламы. Потому что я знаю, что это вот больной вопрос, что деньги куда-то идут, а жильцы то ли стесняются спросить, то ли знают, что им не будут на это отвечать, вот это вот тоже как-то... Можно разрубить на дне открытых дверей на такой вопрос? Уполномочен управляющей компанией ответить? Управляющая компания обязана ответить на любой вопрос, который ей будут задавать и старшие по дому, и, собственно говоря, сами собственники. Потому что в любом случае других денег на многоквартирном доме, как денег самих жителей, их просто нет. И мы с вами это прекрасно сейчас знаем. О том, что деньги, которые тратятся на наш с вами многоквартирный дом, то есть там, где мы живем, это деньги жителей, это деньги, которые жители заплатили, собственники заплатили за обслуживание многоквартирного дома, это деньги, которые заплатили за капитальный ремонт. Это, собственно говоря, могут быть другие доходы, если действительно на доме какие-то существуют рекламные конструкции или, опять же, такие провода висят, не жители, а чьи-то непонятно чьи. То, конечно же, управляющая компания обязана, во-первых, ответить о том, какие поступления, во-вторых, куда тратятся эти поступления и на основании какого документа те или иные работы приняты. Вот как сейчас абсолютно сказано по поводу тех же пластиковых окон, ведь их ставили за счет чего? Наверное, за счет денег самих собственников. Просто все вместе проговорили и решили, что это можно сделать. То есть деньги пошли на дом, а не как обычно у нас получается, что они уходят неизвестно куда. То есть в цифрах все это говорится, да? Конечно. Из документации просто вот приходят они. Зачем? Из документации тоже можно даже вот как-то посмотреть старшему по дому, да? Но ведь если старший по дому не подписал акт приемки работ, то деньги-то на доме не должны тратиться. Деньги не должны списываться с дома, если старший по дому это не подписал. В жилищном кодексе это прописано еще, извините, с пятого года. А если нет старшего по дому? Ну нет. Или она там заболела, уехала, и то что? Как процесс идет дальше? В этом случае тогда получается, что у нас с вами нет глаз, которые будут смотреть за этими деньгами. И деньги тогда у нас уходят, как обычно. А не на пластиковые окна? Нет, ну может старший по подъезду также могут расписаться в принципе. Поэтому важно, чтобы какой-то костяк был. Не только вот у нас есть вот женщина бедная, которая совсем сидит по дому, а в каждом подъезде по старшей, тогда уже переложить свои полномочия можно. Да. Вы сколько уже, Татьяна Ивановна, занимаетесь вот такой работой, старший по подъезду, по дому? Почему вы решили вот этим заняться? Девять лет. Девять лет? А что вас не устраивало? Вот почему вы взялись за это? Потому что вопрос старший... Выбрали, жильцы, да, переизбрали и все. И что, вот какие выводы, к чему вы пришли за это время? Как можно поменять ситуацию? Вот в отличие от других домов, где нет не старших по домам и так далее. Нет, люди прислушиваются. Они прямо вникают и слушают. Только нужно работать. Да, и соглашаются со многим, соглашаются. Прям единицы, может быть, там что-то не устраивает их, а остальных все устраивают. А двери открывают вам? Вот в чем основные проблемы? Открывают. Я так понимаю, что даже если пошла в старший по подъезду, там половина или даже больше, даже дверь не открывает, чтобы выслушивать, там какие-то проблемы. Открывают. У нас четырехэтажный дом, в общем-то, не многоэтажный. Вот, и все знают. Если я прихожу, открывает каждый. Все. Меня уже знают в лицо, в общем-то. Ирина Николаевна, есть такие проблемы со старшими по домам, что либо неквалифицированные, либо вообще нет? Либо такие, которые просто числятся. Вот я старший по домам. Конечно. Вы знаете, здесь же проблемы очень глубокие и давние. А у нас, к сожалению, была практика в городе давно, еще восьмой-девятый год, когда многих старших действительно просто назначили. Их назначили просто протоколами, которые неизвестно кто делал. Ну, знаете, все помнят эту практику у нас, когда это случилось. Да, вроде как бы для бумаги старшие есть. А фактически у нас в определенных ситуациях, и, к сожалению, что грех оттаить, наверное, в большинстве районов больше самоуправства самих управляющих компаний. И отсутствие этих старших для управляющих компаний, нехороших управляющих компаний, скажем так. Им это только на руку. В принципе, на руку. И действительно, сейчас, начиная где-то последние года три уже, действительно, волна выборов старших по домам, волна понимания, что старшие нужны, она поднимается, и люди еще больше понимают, что без старших по дому мы с вами в доме проблемы не решим. У нас просто не будет человека, кто будет переговариваться от нашего с вами лица. И в результате эта логика очень простая. Мы с вами просто потеряем деньги. Если в доме нет старшего по дому, по подъезду, иногда бывает и по личной площадке разбираются, то, извините меня, просто-напросто деньги на доме теряются. День открытых дверей – это акция, которая позволит управляющей организации вместе со старшим по дому посмотреть, действительно ли были списаны эти деньги, действительно ли приняли необходимые люди эти деньги. То есть списали с дома то, что нужно было, а не как получилось. То есть мы об этой акции говорим уже два года, но далеко не все управляющие компании это поддержали. Вот сейчас потихонечку-потихонечку эта ситуация начинает сдвигаться. И самое интересное, что первые организации были не Самарские. Первые организации, которые это поддержали, это был Татрадный, потом Тольятти по чуть-чуть. И действительно, там, где старшие по дому находят взаимоотношения с управляющей организацией, где собственники могут прийти и посмотреть все свои квиточки и бумажечки, и все свои записи, куда эти деньги делись, то там проблем этих нет. Дома действительно не разваливаются, становятся нормальными и начинаются нормальные, просто начинается нормальная жизнь в доме. А управляющие компании, они отказываются почему? Им это невыгодно лишний раз афишироваться, встречаться и так далее, да? А как-то вот в принудительном порядке можно их заставить или нет? Пока нет никаких вот таких. В принудительном порядке, если у нас с вами управляющая организация не показала отчетность, если она нам, как собственникам, не отчиталась, и сейчас у нас с вами как раз должны закончиться все эти отчетные мероприятия на дворе марта уже, понимаете, то тогда у нас с вами возникает, и без этого есть это право, поменять управляющую организацию. То есть если мы считаем, что управляющая организация что-то делает не так в доме, если управляющая организация действительно тратит деньги наши неизвестно куда, то в этом случае у нас с вами возникает право поменять такую управляющую организацию. Если она не показывает и не хочет рассказывать нам с вами о том, куда деваются наши с вами деньги, то, естественно, будет желание поменять эту управляющую организацию. И она должна это показать не только старшему по дому, она обязана это показать каждому собственному. Ну вот опять же, если вернуться к механизму замены управляющей компании, мне кажется, это очень сложно. Ну, во-первых, нужно знать, на какую другую и насколько она хороша, вот так, компания, которую вы хотите заменить, в отличие от той, которая придет. И вообще, вот свергнуть управляющую компанию, которая уже на многих домах работает, тоже, наверное, не так легко. Вот какой он механизм, это с чего нужно начинать? Опять же, старший по дому и протокол. Инициатор, кто нужен? Старший по дому. Вот сколько полномочий. Ассоциация проводит обучение старших по дому? Или как-то вот работу какую-то, разъясните, ну и так далее. Мы ведем как семинарскую работу, так и, собственно говоря, точечную работу с конкретными старшими, где возникают ситуации. То есть конкретное консультирование. Ведь задача-то стоит не в том, чтобы поменять одну на другую. Задача не в этом, задача навести порядок. И там, где зачастую у нас есть с вами активные старшие, бывают ситуации, когда это с ЖЖСК начинает возникать. Понимаете, то есть люди понимают, что разобраться с ними никак никто не хочет, и они начинают действительно сами брать власть в свои руки, как бы сейчас ни прозвучало, свою коммунальную власть. А день открытых дверей, он пока, по крайней мере, даст возможность снизить активность скандальную, давайте скажем так. И действительно прийти, еще раз повторюсь, к папке с документами. То есть старшая по дому, у нее есть все полномочия это сделать. И если ее поддерживают жители, то она это сделает. Если не поддерживают, ну тогда жители, извините меня, сами себя будут винить, что в их доме нет ни окон, ни дверей, и стекла, извините меня, давным-давно выбиты. Татьяна Ивановна, вы проводили уже день открытых дверей, или вам это даже и не нужно, потому что у вас это хорошо? Да нет, у нас не было, но мы вот готовимся к этому, прям целенаправленно. Вот расскажите другим старшим по домам, с чего нужно начинать. Это нужно, значит, заблаговременно сообщить управляющей компании о том, что планируется такой день открытых дверей. Конечно. Как все это выстроено? Да, да, да. Я вот когда узнала об этой практике и решила сразу попробовать провести подобное мероприятие, я не стала лишний раз собирать людей, а напрямую договорилась с Шлямовым Александром Леонидовичем. Кто это? Вот, это представитель коммунальной службы, и они тут же развесили объявление у нас на каждом подъезде, вот, и что будет проводиться день открытых дверей, вот. И там уже люди, пусть и молодежь очень многое согласилась на это, будут участвовать в этом, очень многие согласились. Да, а если вот разобрать ситуацию, что вот пришла Татьяна Ивановна к Шлямову, и он говорит, да зачем это нам, и не нам, и вам, это вот лишний раз и людей тут была. Ну, мне же так не сказали. А если вот, вот что, как вести в другом доме, в другой старший подом, вот если она с такой инициативой вышла, а ей отказали, просто управляющая компания сказала, не будем, у нас вот уехал такой, другой, общий собрание. Инициировать общее собрание, на общем собрании приглашать управляющую компанию, чтобы она уже пришла и отчиталась, не жители придут туда, а управляющая компания тогда придет к жителям и отчитается, что же происходит. То есть в тех домах, где у нас с вами возникают проблемные ситуации, здесь, знаете, как, либо мы к вам и посмотрим на месте документа, либо все-таки вы к нам обязаны прийти, потому что если управляющая компания не придет на общее собрание, то фактически ее можно поменять. Да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, что да, это очень сложно, это очень сложно решить ситуацию мирным путем. Но если мы это с вами не начнем делать именно в такой практике... Чтобы все знали уже, что у нас будет отчетность, и мы обязаны, и должны, все проводят дни открытых дверей, а мы нет, это как-то нехорошо. Вот это нужно, чтобы это было уже стабильно. Я думаю, что сейчас эту практику подхватят и общественные советы микрорайонов, которые есть у нас в городе. И также эта практика начиналась в Тольятти, когда именно общественные советы это в той или иной степени начали инициировать. Потому что если у нас с вами жители не принимают работы, то всегда возникает вопрос, Да, это сложный вопрос, длинный вопрос, но его можно всегда пообсуждать, в том числе с прокуратурой, на основании чего были списаны денежные средства. А если все-таки мы не там и нигде не договорились, то, извините, есть судебная практика, когда собственник имеет право потребовать возврата денег назад, за что он их заплатил, а услугу не получил. Да, в том-то и дело, что все мы платим, а вот насчет услуг-то либо не получаем, либо не в том качестве. Знаете, пока мы с вами не начнем эту ситуацию решать через деньги и бить рублем те организации, которые действительно не выполняют, не дают услугу в том виде, каком необходимо, у нас с вами ситуация не изменится. И здесь действительно, вот буквально не на прошлой неделе было большое совещание у губернатора Николая Ивановича Меркушкина на эту тему. И там очень четко было сказано, что собственники их управленческой компании должны уже слышать, иначе эти управленческие компании действительно будут применяться к ним. Меры, скажем так, различного характера. Ну вот опять же вы сказали, выход – общее собрание, но проблема есть и с общим собранием. Вот сегодня сколько процентов нужно для того, чтобы это имело статус общего собрания? Больше 50%. Больше 50%. То есть половина и немножко еще жильцов. Ну 50 плюс 1, как любят говорить. Да, понятно. Если говорить, вот Татьяна Ивановна сказала уже о молодежи, для меня даже удивительно было слышать, что молодежь придет на общее собрание на день открытых дверей с управляющей компанией. Что это такое? Да, очень заинтересованы, очень заинтересованы. Как так? Обычно молодежь, говорят, они никуда не ходят, ничего им не нужно. Ну как же, получается так, что потом-то они будут так же хозяевами домов. Так-то получается, но чтобы их заинтересовать, у вас есть какие-то приемы, чем бы их заинтересовать? Почему вы говорите, что вам важно прийти на это собрание? А вы знаете, даже в сравнении, какие другие дома и какой наш? Ну, тоже большое дело, очень большое дело. Ирина Николаевна, я знаю, что и вы с молодежью тоже взялись и сотрудничаете, работаете. Вот в чем интерес? И ваш, и молодежи тоже. Наш интерес, как общественная структура, прежде всего в том, чтобы действительно начал формироваться класс новых управдомов, которые готовы будут лет через 15, действительно, или там хотя бы через 5, ну, в разных ситуациях по-разному. Вот где-то молодые старшие по домам, вот как вот активные, где-то есть постаршие, сильно постаршие люди. И там нужно подхватить эту ситуацию. А прежде всего, конечно, интерес только в одном. У нас с вами в этом году, в прошлом году, вернее, было 25 лет начала приватизации, правильно? И фактически, ведь никто заново-то собственность раздавать не будет. Ее раздали, и ее заново не будут выдавать. И если молодежь не научится сохранять свою собственность сейчас, именно сохранять, не разбазаривать, а сохранять, чтобы многоквартирный дом – это такая же собственность, чтобы фасад не отвалился, чтобы крыша не текла. И тогда стоимость квартиры не упадет. И молодежь начинает потихонечку это понимать. Ведь мы с вами тоже под молодежью это понимаем, очень так размытые границы от молодежи от 14 и старше, фактически, правильно? И если 14, 20, 22 еще не очень активно включаются, а 25, 27, 30 уже начинают понимать, что у них тоже детишки бегают, и им тоже нужно будет что-то оставить после себя, как им оставили родители. В основной своей массе все-таки нет такого количества людей, чтобы можно было купить квартиру, извините, в 20 лет. Это практически невозможно. Поэтому действительно интерес молодежи только в одном – понимать, что он собственник в своем доме, понимать, что это его имущество, и управлять этим имуществом. То есть проведение капитального ремонта – это тоже в интересах, получается, той же молодежи. Но вот не могу не сказать об одном случае, о котором рассказала нам одна из председателей ТОСа, Ленинского района, что после капитального ремонта рухнула крыша, залило там и квартиры. Вот какую роль общественность может взять в свои руки, чтобы такого не происходило? И почему, как вот если проанализировать, почему такое произошло? Если такие случаи уже есть, вот что сделать такого, что… Вот мы все говорим, что нужен капитальный ремонт, мы платим денежки. Денежки платить. У вас ждет, по-моему, капитальный ремонт? Да, у нас ждет, осталось отопление. А вот сделали, а вот что вышло? Ну, у нас не было вот таких проблем, чтобы рухнуло там что-то. А вы контролируете? Вот как вы выстраиваете контроль за проведением ремонта? Общественники? Вот как? Проводят ремонт в квартире у человека. Все, ну, он сам смотрит, что его устраивает, что не устраивает, он говорит потом. А крышу, вот крышу, вот он же там не полезет, вот этот тот же собственник, на крышу, чтобы смотреть, как там они что-то делают. Крышу нам капитальный ремонт нужен. Крышу там делали пять лет назад, но частично. Это не то. Надо будет, все равно добиваться надо будет полностью. Ну, вот вы планируете уже, как вы будете контролировать? Вы знаете, как это делать? Самое главное, чтобы не провалилось потом ничего. Нам полностью надо сделать все, сначала вот канализацию, все это до люков провести. Это очень большая работа, еще конца этому не видно пока. Вот, но еще отопление, это тоже большое, большое дело. Все трубы, все батареи, все полностью будут заменены. Ирина Николаевна, вот не могу до Татьяны Ивановны достучаться, чтобы вот пока с крыши, вот мы никак не можем... Ну, с крыши ей можно все обвестись, как вот... Смотрите, я поняла, вопрос, вопрос ведь в чем? Абсолютно правильно сейчас Татьяна Ивановна говорит. Она смотрит за всем, что происходит в конкретном подъезде и конкретном доме. Пока не дошло дело. То есть пока у них идет капитальный ремонт именно горячего и холодного водоснабжения, скорее всего, правильно? У нас холодные только. Холодные сейчас идет замена. И вот в любой момент захода в подъезд и дальнейшей замены труб старшие по дому контролируют. То есть вопрос, о чем вот вы говорите по поводу крыши, не важен вид ремонта. Важно, кто конкретно принял эти работы, как приняли эти работы. Потому что на самом деле очень важный момент произошел действительно с принятием закона о капремонте. Не с позиции, что мы стали за него платить, а с позиции той, что первый раз в законе официально прописали, что представитель собственника, это может быть старший по дому, это может быть, извините, иное лицо, назначенное общим собранием собственников, обязан контролировать как выбор организации, так и приемку работ. И поэтому, если где-то у кого-то, как бы не прозвучало сейчас, снесло крышу непосредственно в доме, то в этом случае возникает вопрос, а кто ее принимал? Понимаете, кто ее принял, эту работу? Потому что старший по дому, как представитель собственника, сейчас имеет все права принимать участие, как в торгах, в выборе конкурсного подрядчика, непосредственно в конкурсе, и потом в приемке работ. Пока старший по дому не подпишет работы, эти работы не будут оплачены. Вот такой же принцип есть и в текущем ремонте, но там это меньше контролируется. А в капитальном ремонте контроль идет, конечно, тотальный, жесткий, потому что закон идет сейчас, только разворачивается в полный рост. И если еще раз повторюсь, старший по дому не принял работы, неважно, крыша это, горячее или холодное водоснабжение, или же, извините меня, это опять же такие батареи или еще что-то. Пока старший не принял, денег не будет. Бить можно только рублем. Вот еще слышала об одной инициативе совместить в квитанциях по уплате за услуги ЖКХ и капремонт, и, собственно, те квитанции, которые мы обычно получаем. Как вы к ней относитесь, насколько это правильно, и вот не нарушает ли какие-то права собственников жилья? Потому что вот понятно, что кто не платил по каким-то принципиальным соображениям за капитальный ремонт, теперь вынужден будет платить. Понимаете, у нас с вами могут быть любые соображения и желания, и какие-то там, скажем так, мечты, вот так назовем. Но реальность, она же очень жесткая, правильно? А реальность состоит в том, что если мы с вами свою собственность не будем сохранять, как при помощи старших, так и при помощи, просто, собственно говоря, своих денежных средств, то этой собственности впоследствии не будет. Поэтому, когда мы говорим о совмещении квитанции, лично моя точка зрения, что это правильно. Когда люди, в конце концов, увидят все в одной бумажечке, и будет, наконец, понятно, сколько же мне это имущество стоит. Потому что мы зачастую и до сих пор не дооцениваем. Но если у нас нет возможности оплачивать такую большую квартиру, к примеру, правильно? То есть не оплачивать коммуналку за трехкомнатную квартиру одинокой бабушки. Хорошо, а кто мешает ее поменять на меньшую? Я знаю прекрасную практику, когда у нас бабули сдают комнату тем же студентам для того, чтобы оплачивать, но они эту квартиру сохраняют внукам. То есть дальше-то это же имущество, оно куда-то пошло. Другого имущества и другой собственности у этих людей не будет. И вопрос стоит только в одном. Мы должны, в конце концов, понять, что на многоквартирном доме, на нашей с вами квартире, других денег нет. Если мы за ними не будем следить, со старшими, сами, еще как-то, с днем открытых дверей, без дня открытых дверей, но деньги требуют контроля. Не будет контроля, не будет денег. Еще один вопрос по капитальному ремонту. Управляющие компании проведение капитального ремонта, они как-то взаимосвязаны? Как-то они друг друга курируют или что-то? Или это абсолютно разные, так скажем, вещи? Я не знаю. Или они не соприкасаются? Нет. Никак? Нет. Управляющие компании сами по себе, хотя это их дома, да? Да, 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 да. А проведение капремонта это отдельно? Капремонт это отдельно, да. Которые контролируются вот общественниками, старшими по домам. Понятно. Собственниками, прежде всего. Не общественниками, а собственниками. Собственниками. Если он как-то мотивируется, вот, как вы столько времени занимаетесь этим, какие-то есть у вас такие привилегии? Благодарность. Только благодарность. Да. То есть это ваше... Это тоже выстраивание. Это еще тоже выстраиваете. Да, потому что тоже вот вопрос, потому что болезненный вопрос найти вот такого хорошего старшего по домам, чтобы везде был порядок. Закон позволяет оплачивать труд старших, но здесь надо, опять же, выстраивать эти взаимоотношения с управляющей организацией, с собственниками, чтобы собственники понимали, что тот, кто бережет их деньги и бережет их собственность, тоже, наверное, имеет право на определенное возмещение. Но с этим еще работать и работать. Право дали, а механизм дорабатываем. Ирина Николаевна, сегодня в вашей ассоциации какие самые проблемные такие моменты вы обсуждаете, которые требуют решения, и, может быть, они уже на пути? Выстраивание взаимоотношений с управляющими организациями, использование тех нормативных актов, которые есть. На мой взгляд, вот все нормативные вещи, которые на настоящий момент есть, законы, они позволяют, требуют с управляющей организацией, исполнения обязанностей и, соответственно, возмещения квалифицированной работы на многоквартирном доме. К сожалению, механизмов очень мало, и наша задача эти механизмы разработать. Мы сделали механизм по первым этажам, мы с вами как-то обсуждали, наверное, здесь же в этой студии. Сейчас мы разрабатываем механизм по рекламе, и, конечно же, разработаем механизм, надеюсь, что ряд управляющих компаний это примет, это взаимоотношения между старшей по дому и управляющей организацией, чтобы действительно они находили общий язык. Что это будет? День открытых дверей, договоры отдельные, контракт, закон позволяет нам сделать очень многие вещи. Надо его просто применять. Да, и если вернуться к дню открытых дверей, сколько раз там он должен проводиться? Будут какие-то нормы или нет? Или это по инициативе? Это по взаимоотношениям, по протоколу, опять же, по взаимоотношениям управляющей организации и непосредственно многоквартирного дома. Это можно сделать два раза в год, и закон, по сути, нам говорит о том, что лучше бы это два раза в год. То есть один раз, когда мы с вами смету смотрим, а другой раз, когда за нее нам управляющая компания отчитывается. Да, понятно. А проконсультироваться можно у вас. Вот услышат нас сейчас старшие, когда вам скажут, вот сейчас проведу-ка я этот день, пусть отчитаются компании. Конечно. С чего начинать? Куда обращаться им? Они могут обратиться к нам. У нас горячая линия есть, 8800, потому что сразу нас озвучиваю, 8800, 5-5-5-5-263. Она есть действительно, и вопросов поступает много. Там, где старшие хотят выстроить отношения, и там, где управляющие организации, прежде всего, не хотят скрывать деньги жителей, не хотят их тратить не туда, куда надо, не хочу никого ни в чем обвинять. Там, где управляющие организации действительно заинтересованы работать на доме, они будут проводить эти дни открытых дверей. Там, где управляющие организации хотят скрыть по каким-то причинам, скорее всего, мы с вами понимаем, по каким причинам, естественно, они будут отказываться. Ну вот мы много поговорили о доме, о самом, и еще вот такая тоже болезненная тема, как придомовая территория. Но я думаю, что это на целую программу хватит, потому что очень много проблем тоже и с уходом, и с благоустройством, и с мусором, и так далее. Уже готова вас пригласить на обсуждение этой темы. А на сегодняшний день спасибо за то, что пришли. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»